Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Привет-привет! Меня зовут Света, и сегодня я снова в компании Арсения и Настя. Важная информация для тех, кто не видел нашу передачу вчера. Мы с ребятами находимся в удивительном месте. Это страна безопасности. И здесь мы учимся простым правилам грамотного поведения буквально в любой ситуации. Наверняка в многом, ребята, вы уже слышали от взрослых людей, от своих учителей и родителей. Но это тот случай, когда можно повториться. Вы со мной согласны? Да. Отлично. Кстати, здесь мы не просто учимся безопасности, а соревнуемся. Сегодня у ребят уже второй конкурсный день. Пока лидирует у нас Настя. Но выводы делать еще слишком рано, потому что впереди еще три конкурсных дня. Ну что ж, вчера мы с вами, ребята, познакомились с витамином С. Узнали, для чего он нужен и в каких продуктах содержится. И у меня в этой связи к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а какие еще существуют витамины? Какие вы знаете? Арсений. А. Витамин А. Хорошо. Что-нибудь Настя наша знает какой-нибудь витамин? Витамин В. Правильно, витамин В. Ребята, кое-что знаете, но не все, но это не страшно, потому что наш эксперт по детской безопасности, дядя Артем, очень подробно вам сегодня продолжит об этом рассказывать. Но чуть позже. А сейчас время первого конкурса, и это снова будут загадки. Отгадки уже есть, ребята, у вас на стендах, если вы обратили внимание. Но все дело в том, что в словах-отгадках перепутаны буквы. И ваша задача сейчас, ребята, выстроить эти буквы в правильном порядке, чтобы мы смогли прочитать слово-отгадку. Каждый правильный ответ – это две фишки. И одна фишка тому, кто справляется быстрее. Ну что ж, я предлагаю начать. Первая загадка. Раньше времени не выстраиваем. На лице он выдается, не в свои дела суется, но сопеть и нюхать тоже с удовольствием он может. На скорость задания. Итак. Арсений забыл про то, что это задание на скорость. Но зато ответил абсолютно правильно, в нужном порядке. Ребята, это... Нос. Правильно. Итак, Арсений у нас зарабатывает две фишки за правильный ответ. Я сама буду вам класть, а вы оставайтесь на своих местах. Это Арсений. А Настенька – три фишки за правильный и быстрый ответ. Быстрее составила слово. Вторая загадка. Кто в дни болезни всех полезней и лечит нас от всех болезней? Выставляем буковки. Скорость. Скорость не подсматриваем, чтобы все было честно и справедливо. И снова быстрее Настя. У нас очень основательно Арсений подходит к делу. Итак, читаем, Арсений, что получилось? Врач. Врач. Совершенно верно. И снова в таком же количестве фишки я вам выдаю Арсению две, Настеньке три. И читаю следующую загадку. Последнюю, кстати. Хоть ранку щиплет он и жжет, отлично лечит рыжий. Настя, читай, что получилось. Йод. Йод. Правильно. Ну что, снова Настя была быстрее. Арсений, снова Настя. Поэтому ей три фишки, присаживайтесь. А тебе две. Про скорость не забываем в следующих конкурсах. Договорились? Да. Ну что ж, ребята, первый конкурс завершен. Его итоги мы подведем чуть позже. А сейчас время очередной встречи с нашим хорошим уже знакомым, детским доктором Артемом Витальевичем. Он уже на связь вышел. Ребята, привет! Здравствуйте! Мы снова с вами встретились. И я очень этому рад. Вчера мы обсуждали с вами витамин С. А сегодня я бы хотел поговорить о еще одном важном витамине. Витамине Д. Этот витамин имеет большое значение для роста и развития костей и зубов у детей. Ребята, а знаете ли вы, какие продукты нужно употреблять в пищу, чтобы ваши кости и зубы были крепкими? Мясо, яблоко, банан и груша. Какие разные у нас мнения. Давайте послушаем. Доктор, он-то наверняка знает. Ребята, запомните. Витамин Д содержится в кисломолочных продуктах, таких как творог и сыр. А еще в растительном и сливочном масле. Также он содержится в желтке яйца и в рыбьем жире. Ребята, помните. Только правильное и здоровое питание, которое включает в себя фрукты и овощи, молочные продукты и мясо, способствует тому, что в вашем организме будет содержаться достаточное количество витаминов и других полезных веществ. Ведь не зря говорится «в здоровом теле – здоровый дух». А на сегодня это все. Все. Будьте здоровы, успехов вам и, конечно же, победы. Спасибо. Спасибо. До свидания. Наш второй конкурсный день, ребята, подходит к завершению. Впереди решающее испытание. И сейчас мы проверим, насколько вы внимательно были, когда слышали нашего доктора Артема Витальевича. Давайте мы с вами снимем быстренько буквы, которые не снимем, а просто сдвинем вверх. Воднимай Арсений вверх. Вот. Вместо этого достаточно будет, чтобы справиться со следующим заданием. Я пока вам объясню условия. Итак, ребята, я вам буду читать фразу. Если фраза правильная, на ваш взгляд, то вам необходимо будет нарисовать смайлика. Но не просто смайлика, а веселого смайлика. А если вдруг фраза окажется неправильной, то, соответственно, мы рисуем... Грустный. Да? Грустный. Итак, подсматривать друг у друга нельзя, потому что это, во-первых, неправильно, а во-вторых, соперник тоже может ошибиться. За каждый правильный ответ я буду вам давать по фишке, а если вдруг ошибочка выйдет, то по фишке я вас буду забирать из копилки. Ну что ж, условия очень серьезные, но и соперники вы не промах, так что я предлагаю начинать уже. И первую фразу я уже читаю. Телефон скорой помощи 102. И так, ребята, одновременно и правильно, поэтому по две фишки я вам даю за правильный ответ. Ну быстро, в принципе, нарисовали, поэтому еще и за скорость по одной. Следующая фраза. Если совсем не употреблять витамины, то можно серьезно заболеть. Правильно, ребята, веселый смайлик. Нафи была чуточку быстрее, она зарабатывает три фишки и две фишки за правильный ответ Арсении. Следующая фраза. Витамин D полезен для роста и развития костей и зубов у детей. Правильно. Но чуть быстрее надо, Арсений, про скорость забываешь. Снова Настя зарабатывает три фишки, а ты две за правильный ответ. И последняя фраза, ребята, на сегодня. Слушаем. Обрабатывать рану надо йодом. Ой, ну у меня такой смайлик. Это какой получился? Веселый, я так понимаю, да? Или грустный? Ну, вот такой. Веселый или грустный, Арсений? Веселый, веселый. Правильно. Правильный ответ у Арсения, Настя. Действительно, рану нужно обрабатывать йодом. Поэтому у Арсения две фишки за правильный. Ну, вообще-то ее не обрабатывать, надо ее вокруг обмазать йодом. Ну, так это и называется, обрабатывать. Итак, присаживайтесь, маркеры кладите. И постирать все. Не надо ничего вытирать, присядьте. Ребята, второй конкурсный день позади. И сейчас вам предстоит посчитать, сколько фишек заработали. Арсений, внимательно только считайте. 15. Хорошо. И снова небольшой отрыв, всего лишь три фишки. Мы договаривались оставлять коробки Арсений на столе. Ребята, ну что ж, на сегодня все. Встретимся завтра. До встречи, ребята. Пока-пока. До встречи. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова